Девятое ноября на нашем студийном календаре время новостей на телеканале Дома о самых важных и актуальных событиях, которые произошли в Украине и в мире. Сегодня в студии в прямом эфире рассказываю я, Андрей Джуджула. Добрый день и хорошего начала трудовой недели. А теперь к новостям. Выборы в Ордло могут пройти по мажоритарной системе. Об этом сообщил глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в интервью российскому информагентству. Первый президент Украины уточнил, Верховная Рада готова разработать специальный закон о выборах на Донбассе. И тогда, возможно, они пройдут по мажоритарной системе, но только после восстановления контроля на украинско-российском участке границы. Кравчук подчеркнул, в данной ситуации проведение выборов на Донбассе невозможно. Кроме этого, глава украинской делегации отметил, что закон об амнистии будет принят сразу после проведения выборов в Ордло. При этом она будет невозможна для убийц и военных преступников. Определять тех, кто попадает под амнистии, будут специально созданы комиссии. Их членами станут представители уже сформированных после местных выборов властей Донбасса. Харьковский избирательный комитет зарегистрировал Геннадия Кернеса действующим мэром областного центра, переизбранным на посту. Соответствующее постановление опубликовали в Харьковском городском совете. Сообщается заявление о регистрации. Геннадий Кернес подал по электронной почте. Мэр продолжает свое лечение в берлинской клинике Шерите, куда его госпитализировали еще 17 сентября для лечения коронавирусной болезни. На прошедших местных выборах 25 октября Геннадий Кернес обошел остальных кандидатов в первом туре, набрав 60% голосов харьковчан. Старые новые танки по заказу Вооруженных сил Украины на Львовском заводе модернизировали самую большую за все время независимостью Украины партию пожарных бронемашин. На что способны танки, которые не боятся ни огня, ни грязи, видела Юлия Биль. Этот танк украинские военнослужащие используют там, куда не может добраться другая пожарная техника. Его создали на базе гусеничной машины Т-55. Новая техника может тушить огонь на расстоянии более 60 метров. Встановили абсолютно новую гидролючную систему, комплектующие насосы, гидрораспредельники, клапаны европейских производителей. И это дало возможность украшить работу гидролючной системы, более качественно и надежно управлять бульдозерным обладнанием. Такой машине не страшны пожары на артиллерийских складах, ведь у нее бронированный корпус. Кроме того, ГПМ-54 способен расчищать проходы для другой пожарной техники. Модернизация и капитальный ремонт одного такого танка стоит примерно 10 миллионов гривен. За полтора года на производстве смогли восстановить более 15 единиц пожарных машин. Модернизированные пожарные танки уже отправили на места их дислокации по всей Украине. В следующем году на Львовском бронетанковом заводе восстановят еще партию таких гусеничных машин. Юлия Биль, Вадим Дмитриев, Львов, твой дом. Новое карантинное зонирование начало действовать сегодня в Украине. Все области страны оказались в красной и оранжевой зонах. Регионов зеленой и желтой зон в Украине не осталось. Жесткие ограничения будут действовать в 199 городах, селах и районах. Впервые полностью красными с самыми серьезными ограничениями стали две области – Житомирская и Полтавская. Несмотря на рост уровня заболеваемости, Кабинет министров пока исключает введение полного локдауна в стране. В мировом антирейтинге по распространению коронавируса Украина оказалась на 10-м месте в мире. Пару сотен гривен вместо 17 тысяч. В Украине приняли новый закон о штрафах на занарушение карантина. Теперь за отсутствие маски на улице штрафовать не будут. Также не будут наказывать несовершеннолетия. Однако за не ношение маски в общественных учреждениях и транспорте придется заплатить от 170 до 255 гривен. И выписывать их будут прямо на месте. Министр юстиции Денис Малюська считает прошлые штрафы размером от 17 до 34 тысяч гривен неподъемными для украинцев. Таким законом запроваджується новый окремый штраф за не носение маски у громадских помещениях и транспортных учреждений. Такий штраф станет от 170 до 255 гривен. Причому, использование такого штрафа будет быстрым. Оскільки штраф накладатиме полицейский или представитель Держпродспоживслужбы. Подражаешь на месте, когда он пометит гражданин, который не имеет маски. Во временно оккупированном Крыму за минувшие сутки выявили 168 новых случаев COVID-19. Двое инфицированных скончались. Таким образом, общее число умерших с начала эпидемии превысило 160 человек. По наблюдениям врачей, находится 2454 заболевших. На временно неподконтрольной территории Донецкой области сообщают о 101 новом случае заражения и 12 умерших. Лечатся от коронавирусной болезни более 2200 человек. Во временно неподконтрольных районах Луганской области сообщают о 8 новых случаях и 2 смертях. Порядка 200 человек продолжают лечение. Латвия вводит режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Он будет действовать до 6 декабря. До этого времени все публичные мероприятия запрещены. Также устанавливается ограничительное время работы мест, где проводятся культурные мероприятия. За нарушение условий карантина штраф от 2 до 5 тысяч евро. Всего в мире больше 50 миллионов случаев инфицирования. А вот в Словакии на выходных провели второй раунд общенационального тестирования на коронавирус. Анализы сдавали все граждане страны старше 10 лет. «Мы обнаружили эффективность использования тестов на антигены в масштабах миллионов людей. Мы не одни в этой инициативе. Массовое тестирование также проходят люди в Ливерпуле, в Англии, родном городе Битлз. Там проходит тестирование полмиллиона человек. Мы ожидаем, что в ближайшее время массовое тестирование начнется во многих городах и странах». 1023 человека задержали во время марша народовластия в Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна». Сотрудники силовых органов действовали жестко в Минске. Среди задержанных – журналисты, победительница конкурса «Мисс Беларусь-2008», бывший пресс-секретарь брестского футбольного клуба «Динамо», серебряный призер Олимпийских игр, белорусский актер, бывший артист цирка «Дюсселей». Как сообщает издание «Наша Нива», всего с начала протеста в 9 августа в стране силовики задержали больше 17 тысяч человек. «Силовые органы также принимают силу к тем гражданам, которые просто высказывают свою точку зрения. Поэтому только мы вместе можем изменить все это и заставить власть выполнять свои обязательства перед народом. Живе, Беларусь!» Грузинская полиция применила водометы против протестующих в Тбилиси. Под данным телеканала «Грузия онлайн», три участника акции пострадали. Накануне тысячи людей собрались на оппозиционный митинг против результата парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября. Полиция заявила, что применила силу, потому что демонстранты пытались штурмовать здание ЦИК. Лидеры оппозиции попросили протестующих разойти с целями безопасности. Однако сегодня вечером митингующие намерены выйти вновь с требованием проведения новых выборов. Бывший президент США Джордж Буш-младший поздравил Джозефа Байдена с победой. Он стал первым экс-президентом-республиканцем, который публично поздравил демократа Байдена. Буш-младший подчеркнул, что несмотря на политические разногласия, он считает новоизбранного президента хорошим человеком, а выборы честными. При этом бывший глава государства отметил, что у действующего главы государства Дональда Трампа остается право обжаловать результаты выборов в суде. Ранее Трамп заявил, что с понедельника его штаб будет через суд добиваться пересчета голосов на выборах. Шахтер разгромил «Динамо» и сократил разрыв в украинской премьер-лиге. Горняки обыграли киевлян со счетом 3-0. «Динамо» осталось без 12 игроков основного состава. У спортсменов обнаружили COVID-19. Сейчас команда «Луческу» возглавляет украинское первенство, пройдя 8 туров без поражений. В то же время «Шахтер» отстает всего на 4 очка, но также до сих пор никому не проигрывал в чемпионате. На этом у меня все. Следующий выпуск новостей уже готовится для вас. Я напоминаю, что страницы телеканала «Дом» есть в YouTube, Facebook, Telegram и Instagram. Подписывайтесь, комментируйте и следите за нами в удобное для вас время. Хорошего дня и начала недели! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова